Продолжение следует... Здравствуйте, Людмила Николаевна. Я написал заявление в несколько ведомств силовых на преступление на высокопоставленных чиновников Министерства экономического развития. Тверскую? Российская Федерация. В Министерстве экономического развития был департамент частного государственного партнерства. Развитие частного государства. А закон у нас о государственном частном партнерстве. И в силу правил великого русского языка, обличных наследственных отношений, нами выявлен факт мошенничества. Кроме того, в течение последних десяти лет я изобретатель. Очень приятно. И у меня с Тверским государственным университетом особое отношение. Угу. Руководители я вас сейчас сразу же и познакомлю. Угу. Проходите, пожалуйста, Олег Иванович. Присажите. Прошу ассамблею. Валерий Иванович, Александр Габзулович. Познакомьтесь, пожалуйста. Олег Сергеевич, изобретатель. Вот сейчас как раз выяснилось, что общение с Ольгой Юрьевной Колесниковой было достаточно плотное. Я правильно понимаю? Да, конечно. Вот сейчас Александр Габзулович у нас руководит управлением, которым раньше руководила Ольга Юрьевна. Да, да. А Андрей Валерьевич проректор по научно-инновационной деятельности. Угу. Пожалуйста. В 2009 году, еще в 2009 году, нами начато экспериментирование по созданию новой формы хозяйственной деятельности. Угу. Это частное государственное партнерство. Угу. Частное государственное партнерство. То есть, по правилам русского языка, членоследственных отношений, это от частного государственного партнера. Как филологу мне это очень приятно. То есть, я как изобретатель передавал долю исключительных прав государственным учреждениям, в основном социальным, Тверскому государственному университету, Третьего дома-интерната, МЧС федерального, казенного управления. Это как-то зафиксировано, извините, перебивая? То есть, есть входящие номеры, полученные документы. Полученные документы. Полученные патенты. Угу. Даже патенты. У нас с вами. Посмотрим. У нас с вами патенты. Мы готовы пригласить коллегу. Да, да, отлично. Спасибо, Андрей Викторович. Мы передавали социальным учреждениям в намерение создания вне бюджетного источника дохода. То есть, это как бы совершенно далеко от бизнеса. Я вообще не занимаюсь бизнесом. То есть, я занимаюсь изобретательством. У меня свой фундаментальный исследовательский труд в области семантики и лидических элементов генетического кода. А филолог? Нет, я изобретатель. И общественный деятельный в области популяризации науки, изобретательства и исследований. В контексте заявления о преступлении на чиновников Минэкономразвития Российской Федерации, естественно, фигурируют патенты и с вашим ведомством, с вашим учреждением. Потому что на сегодняшний день мы вам передали оплеснитель, автономный оплеснитель, автономный солнечный оплеснитель морской воды для Крыма. А в Крыму существует дефицит пресной воды. На сегодняшний день исключительно право приостановлено, но может быть восстановлено. Но вне зависимости от вашего мнения, как руководителей федерального учреждения, эти объекты являются исключительными имущественными правами. То есть вот я вам обращаю внимание, чтобы эти имущественные права не переросли в растрат федеральных имущественных прав. Второй патент, это патент, связанный со средством производства, как раз результатов фундаментального исследования в области языковых систем. Мы нашли языковую систему, неизвестную раннюю языковую систему. Ну, собственно, я хотел обратить ваше внимание на вот эти объекты исключительных прав. Может быть мы пройдем-то к нам? Что нужно? В отделе посмотрим. Нет, ради публики. Документы посмотрим. Здесь нужна Людмила Николаевна при этом? Ну, знаю, просто... Хорошо, давайте тогда мы сразу же на заявление. Вот у нас стоит печать. Я тогда пишу вам, Андрей Валерьевич, да, вам Александр Габданович. Да, 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 и мы дальше прохожу. А вы уже тогда работаете с Олегом Сергеевичем, хорошо? Сделано. Алексеевич, а номера патент у вас есть? А вот сейчас мы поднимемся. Пойдемте, так у нас прохожу. Сразу через все. Людмила Николаевна, пользуясь случаем, чтобы с вами вот общение, не могли бы вы мне подсказать? Вот мы нашли ранее неизвестную языковую систему. Ну, кому это интересно было бы? Ну, я думаю, что это филологам интересно. Можно будет пообщаться с профессором Романовым, можно будет пообщаться с кафедрой русского языка и культуры. Ну, я думаю, что Андрей Валерьевич вам подсказал. Мы контакты всегда делаем. И, может быть, как-то связаться. Ранее неизвестную языковую систему. Вы почитали у вас в ВКонтакте, там написано некоторые вещи. Я много видео делаю на эту тему. То есть у меня проблема есть с донесением информации устно, вообще не знаю. Почему вы хорошо излоговите? Волнуйтесь. Поэтому я делаю видеоряд. Так, мы давайте тогда напишем. Прошу рассмотреть. И сколько времени нужно, чтобы разобраться, Александр Гогилович? Смотря какой вопрос. Если вопрос о восстановлении потенка, то мы можем ответить на этот вопрос сегодня. Если какая-то другая причина, то есть передача прав исключительно. Я внесу ясность сразу. То есть это продление, поддержание исключительных прав. То, что вы сказали первым пунктом. И второе. Эти патенты созданы особым образом. Они зарегистрированы особым образом. То есть это смешанный состав заявителей. Ну, такое можно. Вот. Это частное государственное партнерство. Я понял. Нет модели частного государственного партнерства. А я понял. Ее надо создать. Я понял. Здесь современное законодательство, оно говорит о чем. Если с момента последней даты уплата пошлины, последней пошлины, патентчика, за поддержание патентов прошло менее трех лет, то восстановить патент может. Ну, вернее, не патент, а исключительное право. Если с момента прошло более трех лет, то восстановить исключительное право нельзя. Патент после трех лет переходит к остальному сообщественному достоянию. То есть его может применять любой и использовать любой без флаг. Я являюсь учеником Звонова, Александра Александровича, Иратова и Леонидовича. А, понятно. Что, ну, отпустите наш мейтер. Радио-радио разговоров. Да. Я думаю, что вы рассмотрите уже вместе. Пойдемте. Попадайте, Павел Александрович. Вы тогда попадайте. Удачи вам, успехов. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Так, первое протеяние. Может быть, ресторанным рынком оттенка от обладателя. Так, четыре, по-моему, раз, два, три, а нет. И пять, помню. Какие? А чем там было? Какие? Я про солнечный объяснитель. Там публичное акционерное общество... Нету его. Закрыто. Закрыто. Да. Значит, этот вопрос у нас есть. Региональная Санкт-Петербургская общественная организация, Центр развития культур... Закрыто. Закрыто. Да. Общество с ограниченной ответственностью современной технологии агробизнеса. Закрыто. И еще... И физические лица остались. Да. Анджеева, Буров, Шкурихин, Андреев, Дивилов. Да. Выставить его можно? Ясно. Закрыто. Потянку не можно. Так. Значит, у нас срок... Семеночка. Здесь последний раз было. Да. Последние изменения на 6-го... 12-го... 2000... 19-го... ... 10-го... 25-го... 20-го... О, в принципе. 5-го... ДВер 있다. Вот это мой пациент. Наши шест. Слаб. Слаб. Наши шест. Устройство для изготовления литых изделий. Совершенно верно. Но то же самое. Может быть установлено. То же самое. Так, срок, который был 06.05. А раньше немножко. 2019. И приоритет. Так, 22.06. 26.06. Надо пока еще. Так. Правообладатель. Фонд. Исследование природы времени. Ну, пока действующее. Тогда надо с ним согласовывать. Я являюсь пациентом. Федеральное государственное... А, это... И... И... Фигическое лицо. О! У нас раньше есть. Гитлер. Генгернин. Гориц. Будь. Давид. Гражданин Германии. Призываются авторы. Мы тоже. Да. И остальные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это наше. Российский. Но он тоже по временному... По временному пребыванию. Он тоже по временному пребыванию. И поэтому у него особое... Да нет. Это не важно. Это не важно. Да. Вот. Просто мы должны будем изместить. Значит, смотрите, в чем проблема. Здесь заявлен и в том, и в другом случае адрес для переписки. Город Тверь. Улица. Рихард Базорги. 5А. Квартира 63. Звонный. АА. Вот этот адрес, он зафиксирован в груз патенте. И любые действия по этому патенту должны идти от вот этого звона. Только на момент действия доверенности от звона. А он по доверенности? Ну, конечно, он же патент поверен. Он без доверенности, но он... Я не помню. Да, по доверенности. Потому что, через сколько государственный университет выписывал на его имя... Должна быть или доверенность, или договор. Да, доверенность. Потому что, через сколько государственный университет выписывал доверенность. данные ну и все остальные естественно на момент действий для веков но обычно по моему на три года мы выписывали но в отношении Туискового государственного университета это не важно почему потому что на основании статьи 1229 каждый правообладателя имеет право самостоятельно принимать меры поэтому я еще раз позвоните по-другому вы все правильно говорите здесь вопрос другой о том что агрессии надо принять это со временем решим со временем вопрос решим нет это понятно решим здесь вопрос просто упирается чисто формальный но я узнаю значит когда заканчивается поверенность и и и и все мы можем продлить не проблема и тот и другой так какая у нас цель будет внедрение для чего для внедрения то есть мы будем продлевать целью здесь две цели двойное направление развития этого всего потому что патент он оформлен особым образом в смешанном составе заявителей что является частным государственным партнерством не государственным частным партнерством и муниципальным частным партнерством а наоборот все это происходит на фоне того что там нами написано заявление все ведомства силовые и следственные на чиновников Минэкономразвития Российской Федерации по факту мошенничества в подмене определений частным государственным и государственным частным что повлекло собой ну как бы ну нам сейчас это важно важно сейчас первое самое главное восстановить но нам ну восстановить то я так думаю что это же не проблема если вы сегодня просто оплатите сегодня точно никто ничего не оплатит потому что я вам говорю что как это делается это пишется докладная записка на вот то что я взял да скаковская лимпе салата прошу так ну я один не буду не я то не дам перед мы вот когда нас вызвали мы сидели пили чай вот прошу рассмотреть и подготовить ответ все значит мы сегодня подготовлен ответ что восстановление таких то того такого патента может быть потому что мы являемся среди правообладателей срок трехлетний не прошел значит сейчас я вызову девушку она посчитает сумму потому что в последний раз действия были предприняты я говорю по одному патенту 6 декабря 19 года по второму патенту 6 мая 19 года значит там нужно будет заплатить за кусок 19 и за 20 год и за 21 ну она посчитает сумму сегодня же я эту докладную записку отнесу ректору Александр Габрилович а правильно я говорю? да все правильно мне бы хотелось найти общий язык с вами с Ольбой Юрьевной много лет говорили из простого в пороге так мне бы хотелось бы с вами продвинуть модель частного государства партнерства и масштабировать ее на территории Российской Федерации ну во всяком случае в отношении направления Евразии Евразийского экономического союза то есть ну все что я говорю под этим есть основания просто это долго рассказывать если как бы углубляться я вам это все там расскажу у нас есть исследовательское направление фундаментальное фтул фтул это междисциплинарное вот связанные с генетикой с фантовой физикой природы исследования природы времена и так далее вот и в этом случае в этих патентах тоже вложена эта форма взаимоотношений частного государства и партнерства то есть ее нужно каким-то образом описать но форма вот это вот как вы говорите частного государственного партнерства это же не является и не может являться объектом изобретения нет она не не является изобретением ну понятно мы же как бы с вами понимаем это это правовая форма это организация административно направления решения совершенно но внедрение само внедрение изобретения требует неординарных решений то есть неординарных моделей внедрения а нет модели внедрения в такой форме а какая разница какая форма вот смотрите есть научные исследования у нас есть малые предприятия есть бизнес каждый выбирает свой путь внедрения свой свой путь трансфера в зависимости от своих возможностей но в принципе он всегда везде одинаковые то есть основные ступени этого внедрения всегда одинаковые исследования лабораторный образец промышленный образец испытания если дальше если нужно там есть отдельные некоторые сферы это аккредитация сертификация и уже потом внедрение в производство они эти все пути так сказать принципиально описано просто кто-то идет более коротким путем если у них есть возможности если они работают в этой сфере какая разница какая форма организации я вот не вижу связи между формой организации и будем говорить так технологией внедрения на многом разница во первых здесь это смешанный состав заявителей ну и что где присутствуют частные государственные учреждения так а это иная форма собственности и что его вы подавали изобретение это обязательно должны были предложить ну кто подавал я не знаю я все вот там должна быть обязательно формочка такая о доле участия нету нет здесь все они не выделены я понял если они не выделены тогда все в равном составе то есть в случае внедрения каждый получит равную часть но это дает возможность пересобрать состав и распределить роли участия то есть это я согласен да это объект нашего эксперимента по созданию народной формы частного государственного партнерства в российской федерации так тогда давайте так первое что мы должны это восстановить потенки второе собрать правообладателя и распределить решить вопрос о роли да кто что будет делать роль каждого я вам скажу так что наперед что все физические лица они скорее всего будут меморитариями то есть не принят они не будут не будут не будут принимать управление участие в непосредственном управлении этим активом а скорее всего если понадобится передадут 90% своих прав то есть останется останется там в одном проценте но но это все равно должно быть зафиксировано да это само собой то есть формальная сторона она вот как бы роль каждого и доля каждого она если человек отказывается принимать участие он все равно имеет право на вознаграждение в случае реализации промышленности производстве данного изобретения потому что вопрос то убирается будет операция не я так понимаю что по факту получения никто никакого вознаграждения не получил я имею ввиду авторское вознаграждение я являюсь автором ну я не требовал пока вознаграждения но она законодательно предусмотрена но как бы ну есть уже там описаны там понятно правообладатель при случае внедрения получает дивиденды это понятно но там же есть инструкция сколько правообладатель должен заплатить автору или автором ну есть да есть даже формула расчета да да пока это просто рано я поэтому нет ну понятно здесь о чем я вам говорю вы получали поощрительное на расчете нет ну вот поощрительное ограждение никто не выплачивал потому что я почему этот вопрос задал у нас в университете ну правда это наверное только для наших преподавателей выплачивается поощрительное здание да везде собственно законодательство обязывает этому акту но у меня не эта цель стоит у меня цель стоит даже я понял у вас модель модель создать модель да и масштабили есть конечно нам нужен юрист я к сожалению у меня это все дело описано описано а где это описано где опубликовано в интернете опубликовано где вам предоставлю эти файлы описано ну вы может быть ссылочку мне скинете я хотел бы сначала почитать потому что в моем понятии в моем понятии это еще не вот ну да 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 я вам напишу почту фамилию напишите пожалуйста а пожалуйста вот и второе изобретение это устройство 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 для изготовления каких изделий да к сожалению я не взял бы с собой а это не важно а я бы вам показал это разновидность фигуры физической то есть ранее неизвестной не используемой физики на сегодняшний день вот телефон не изменился он тоже самое или телефон я имею ввиду свой это мой экземпир нет я понял я имею ввиду возьмите колесникова он телефон давал колесникова да нет вот это наверное landline ну а я и говорю вот этот наш обычный телефон наш о я не помню напишите пожалуйста хорошо у меня мобильный вот здесь телефон можете по мобильному знаете это у меня в кармане который лежит то есть это даже не рабочий а просто обычный у меня не рабочий не делится на рабочую не рабочую всегда по нему ну что мы обнаружили здесь какие-то следы значит давайте я сейчас быстренько значит патенты есть отлично приоритеты у одного семнадцатого года другой шестнадцатый год патенты сейчас не поддерживаются последнее поддержание было в девятнадцатом году один в мае а вторую декабре то есть мы имеем право насколько Тверской государственный университет есть среди учредителей мы имеем право заплатить за вот просроченные вот эти годы ну там девочки мои посчитают пол до копейки вот и восстановить так сказать исключительное право но это только будем говорить так очень маленькая часть по одной простой причине что основная цель не в восстановлении патентов а основная цель в реализации коммерциализации патентов а коммерциализация патентов значит как мы договорили значит мы должны во-первых тогда будет логично всех правообладателей известить то есть назначить какую-то дату а их не несколько некоторые там еще вопрос в том что некоторые из них закрыты ну прекратили свое существование и надо будет узнавать есть ли у них какие-то приемники приемники кто-то там чего-то вот собирать вот этих и наметить ну в первом хотя бы приближении план то есть действие наши распределить роли каждого правообладателя кто чем будет заниматься все и далее раскручивать эту схему хорошо первое что мы делаем описать хозяйственно экономическую модель ну здесь нет то что ну здесь я сказал что здесь нужно еще будет два обязательных человека во-первых это экономист нужен профессиональный совершенно верно и обязательно профессиональный юрист потому что вопросы это все будет зависеть на гражданский кодекс на наличное право это я не я не потяну просто все образование ну возникнет необходимость мы тогда привлечем да 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 это именно на первом этапе это вот вот здесь когда мы до третьего этапа доберемся вот там уже когда схема будет действие когда нужно будет с экономического факультета человечка взять можно самую кузину кузину или старшину старшину услуги предлагала и с юристом ну тут надо смотреть кто из них тесно кто из них тесно работает с организацией хорошо хорошо потому что здесь фактически Кузина была против против тогда тем более мы возьмем старшину старшину а там я с Ольгой Ильиничной переговорю посмотрим не старшина по юристам а да с Ольгой Ильиничной потому что здесь нужен специалист который был бы именно силен в корпоративном праве и гражданском потому что здесь мы можем без юриста наколбасить будь здоров а так что мы можем значит сегодня сейчас после обеды девочки посчитают суммы я напишу служебную записку как мы обычно делаем да вы ее завизируете и сегодня отнесем реактору дальше она должна дать ЦУ бухгалтерия оплатить и как платежка уйдет там сразу на сайте когда они получат деньги Роспатент высветится что статус поменялся на действующий и после того как статус поменяется на действующий после этого можно продолжить работу потому что сейчас это делать бессмысленно пока патент то есть патент действует он будет 20 лет действовать но пока наши исключительные права приостановлены то мы не можем двинуться дальше конечно мы не можем внедрять то чего нам не принадлежит вот так было хорошо ну по-моему все прозрачно и такой вариант все прозрачно значит что мне тогда нужно от вас ваш кардин чтобы дать эту информацию вам контент ну электронную почту но вконтакте вы видели мы контактов нет я смотрю контакте там есть все то есть куда вам присылать на какую почту напишите что мы предлагаем собраться такого-то числа а у вас раз вывели переписку у вас должны быть адреса всех вот этих учредителей потому что мы письма подготовим но у нас этого нет а там расплатить нам просто такую информацию и не надо потому что это только такая информация только в заявлении у меня здесь архитект всего производства все тогда я вечером вам доложу хорошо что не стоит пить чай ну мы сейчас тоже на этом и закончим на сегодня да на сегодня да потому что предельно все действие сделать а потом уже будем говорить сейчас нам надо восстановить по поводу языковой системы я вам рекомендую да напишите даже лучше не на этот адрес а на другой адрес такой проректорский лучше на мой такой обычный вконтакте есть есть конечно может быть давайте потому что там у меня все да пожалуйста вконтакте мне напишите ну на всякий случай да 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 это важно потому что если пропустили там тоже но он тяжелый там можно следующую потену подать но надо это значит это бумага я переписал номера патентов всю остальную информацию мы из данных гроспотентов ну что я одеваюсь да да на да 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 а вот даже нужно сказать что не 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 Но я только работаю вместе с Паренком, у меня тут еще...